Итак, всем привет! Мы продолжаем работать с плагином RealFlow. Значит, не зря у меня сейчас в сцене стоят вот такие вот примитивные объекты. А стоят они вот для чего? Дело в том, что эмиттеры RealFlow могут генерировать не только собственные частицы, но и использовать в качестве частиц любые 3D-объекты программы Cinema 4D. Итак, давайте попробуем. Ну, для начала я делал несколько тестов, и поэтому сейчас уже знаю, что надо уменьшить объем тех объектов, которые мы будем использовать с вами в качестве эмиттера. Я выделяю все эти три объекта и уменьшу у них масштаб. Ну, примерно вот так, наверное, хватит. Теперь создадим круговой эмиттер. Немножко его отмасштабируем. Поднимем вверх. И давайте развернем. Сместим относительно коробки. И теперь, выбрав все три объекта, засунем их дочерними под параметр Fluid частицы. Далее применим силу гравитации. RealFlow, Daemons. Гравитация. И настроим динамику столкновения с коробкой. Щелкаем по коробке правой кнопкой мышки. RealFlow. Выбираем коллайдер. И поскольку, смотрите, коробка у нас является, скажем так, геометрией замоделенной. То есть, да, по сути это простой куб, но у него убран верхний полигон. Для того, чтобы динамика просчитывалась адекватно, нам надо поставить еще второй тег RealFlow, который называется Volume. Здесь мы все оставляем по умолчанию, кроме последнего параметра, Volume Mode. Данный параметр мы изменяем на Shell. Давайте посмотрим, что у нас получается. А как мы видим, теперь генерация частиц идет в виде наших объектов. Но это немножко грузит сцену. Давайте сделаем следующее. Зайдем в Emitter. Увеличим у него скорость. Зайдем во вкладку Fluids, Fluids, и уменьшим разрешение. Сделаем 0,5. И снова проиграем симуляцию. Вот теперь она уже идет гораздо быстрее. Но, учитывая количество объектов, конечно, определенное подвисание есть. Ну, сейчас мы с вами посмотрим. Это просто как образец. Вот у нас пошла генерация. Cinema 4D, чтобы ускорить, переходит в режим каркас. Давайте еще чуть подождем. И остановимся. И вот так это будет выглядеть в момент рендера. Конечно, чем больше частиц, тем сильнее подвисание. Поэтому, для того, чтобы это избежать, нам надо произвести примерно тот же алгоритм действия, который мы делали с геометрией, когда создавали сетку Mesh. То есть, сначала полностью настроить движение частицы эмитера, а уже потом, при окончательном рендере, включить отображение наших объектов. Как это можно сделать? Сделать это можно следующим образом. Выбрав параметр Fluids частицы, заходим во вкладку Particle и нажимаем на галочку только при рендере. Render Only. Если мы сейчас вернемся с вами в нулевой кадр и снова проиграем симуляцию, то смотрите, сцена у нас идет гораздо быстрее. Допустим, что мне не нравится? Мне не нравится, что поток слишком круто идет. Я хочу сделать его более плавнее, увеличив скорость. Увеличим скорость. Да, примерно вот то, что я хочу. И попробуем сделать рендер текущего вида. Ну что ж, вот таким вот образом вы можете назначать в виде эмиттеров любые геометрические фигуры. И в этом же уроке давайте рассмотрим еще один интересный аспект. Так, удалим все объекты. Нам они не нужны сейчас. Давайте выберем эмиттер. Вернем его в исходное положение по вращению. А также эмиттеры вы можете использовать вместе с инструментами MoGraph. Давайте выберем инструмент MoGraph. Простой клон. Возьмем радиальный способ расположения. И поместим эмиттер под клон. Увеличим радиус. Так. Давайте временно отключим гравитацию. И посмотрим, что у нас получается. Опять-таки совершенно ясно. Если объект, эмиттер, можно засовывать под клон, то дальше вы можете использовать все те же эффекты MoGraph, которые мы с вами использовали для других объектов. Но, конечно, чем больше у вас будет в сцене эмиттеров, тем сложнее будет просчет вашей сцены. То есть, об этом надо всегда помнить. Давайте попробуем трансформировать эмиттер, развернуть в клоне и запустить симуляцию. И не забывайте, что все эти параметры вы также можете проанимировать. Ну что ж, с вами был Александр. Палец вверх, если понравилось. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok